Ярослав отключится, надо будет там, как сказать, еще-то детальки обсудить. Обсудим. Да, не тороплюсь. А что, Ярослав, пишешь? Ярослав соединился, что ли? Не знаю. Ну, что-то пишет, сказал бы так уж. Да вот он, в конце с нами. Да, ну, а вот что-то пишет, секунду пишет. Че-то Ю прошел, да? Захожу. Просто если я листану, то автоматом она может запуститься, да? Ну да. Ну, а где Ярик? Может, он Ю написал, что-то секунду пишет? Да, что-то вышло. Ну, заходил. Я вам даже денег давал. Блин, на налоговую эту отсчетность электронную перешел. И программ сразу не разобрался, как бы маленько. И файлы не идти отправили по ошибке. И так нашу... Чёрную бухгалтерию бухнула. За прошлый квартал, за 13-й. Ну, как бы, потом смотрю, что там какой-то ещё документ требуется подтверждающий. И я спустя недели-две на только получил. А там, бац, и та самая, и плохо, что ли. Ну, файлы не те, типа. Я им новое отправил. Тем не менее, не вовремя сдал. Теперь мне штраф выписали. Ну, как выписали? Там 1200... А, 1000... Сейчас скажу. За НДС. 200 за налог на прибыль. И, возможно, ещё мировой судья лично мне 300 рублей штрафа присвоит. Может, они те ещё гомосексуалики. Мировые судьи? Конечно. Но она сказала, что обычно предупреждением на первый раз. Это самое дно судебной системы. Самое её прям... А они как? Они выбранные, что ли, кем-то там? Выбранные. Экзамены на судью сдают. Сдают экзамен на судью. И всякое вот самое отрезье, снизший этот слой, это вот мировые судьи. А потом уже дальше уже были. Потом, если они хорошо работают, долго, упорно, то их повышают дорайонных федеральных судей. По сути, в судебной системе только их залюдейщат. Ну, как бы первый признак человека – это то, что ты федеральным судьёй стал. Вот. Дальше идёт по гражданской линии. Это областная коллегия. Они уже разбираются, в принципе, апелляции и касации, которые подают на решение вот этих федеральных районных судей. Жми, славян. Так, денег ему хватило? Ну, видимо, хватило он зелёный. Чё, спешил? Спешил. Обогрим землю и стены шотландской крови. Ярослав отключился? Отключился, да. Смотри, как бы, раз мы пойдём к той стене, то я всех туда тоже БПРО. А на лестнице я ставлю там, допустим, двух пехотинцев, наверное, красных, и поставлю их, как сказать, ну, допустим, лестницы, красная стража может привести их, да, к стенам. А пехотинцы, ну, допустим, один твой, один мой, они могут спрятаться в этих самых, как они называются? Плащни. Я чё? Плащни. Почему плащни? Нет, ну, за копьями. Ну, копья наставим, а они прям встанутся прям в копья. Ну, на тот случай, потому что мы же всех своих уведём под ту стену. Ну да. А чтоб он там не выскочил, и их, это самое, чуть ли не рисовал. Чё за фалический символ. Почему фалический сразу, Слава? Странный. Я не знаю, первое, что он пришёл. Первое, что ну вот, я про это и говорю. Да, испорчен, испорчен. То есть, ты, допустим, одного копейчика под своими оставишь, а я одного под своими оставлю. Ну, или там, может, побольше копейчиков. Если он кого выбежит, они просто в копья встанут, вовнутрь, кольцом не отпускают, он там их долбит. Или заспушит. Угу. Так, а башни сразу туда к хипте поведу. И на самом деле, у тебя, может быть, тоже башни туда, ну, чтобы лишние кредения нарезать. Потому что, видишь, это вот башня, которая, да, она в мою сторону стреляет, а в твою не стреляет. Поэтому тебе надо, как бы, ну, чтобы лишнего не минать. Так, и я сейчас твою тоже вот так поставлю, чтобы мне не запутаться в твоих этих копьях. И по верху пойду. По тебе, так. По верху пойду. По количеству рыцарей у тебя прямо цвет тут собрался. Ну, это еще не самые цветные, потому что они еще более цветные. Более еще цветные. Ну, они, как бы, это, как сказать, еще на подходе. Ну, у них просто более... Там, чего-то. Ну, куда круче-то, вон, рыцарькая пехота. Серебро. 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 Что, серебро, лычки или щиты? А я не помню. А? Не помню. Если честно-то. Вонючка! Папки. Hawks! А? Жалки и пши! Это перед вырву сердце! Наемники у тебя на крайнем правом фланге! Гологлассы и наемные арбалечи! Да нет, я пока этих не отправляю. Сейчас всех кто... Так, я вроде и так все. Все, поехали? Конечно! Спокойно, подойдем! Начинаем достреливать в безопасности. Да... Че-то? Надо как-то по техничней, по стратегичней. Кстати, вот башня, я не помню, она до Красной Лины не достреливает? Не-е-е-е! То есть это так и стал? Не, не достреливает. У меня есть шотландские флаги. У меня есть шотландские флаги. У пехоты. У лучников. У двоих? Да, Андреевский флаг шотландский. Почему? Я че знаю. Видимо, ты их набрал в армию в Шотландии. Так, а лестницы мне сразу надо бежать с лестницами с городской сражей? Ну смотри, сам. Ты жопытный уже. Ну ладно, сразу поставлю их. Потом груз стражу. Поставлю. Надо ее поставить-то. И сразу бежать. Держитесь, мы выпущем. Отчасти разорву. Отчасти разорву. Отчасти разорву. Там у нас Алорин записывает на YouTube прохождение какой-то компании в Меди 2. Каком-то моде. О! Он с компом играет. Записывает. Вот как я, да. Да. Тебе бы ему мастер-класс показать. Я играю с людьми. Геноцидю их. Со страшной силой. Это покруче, чем с компом. Ну с компом так и не интересно геноцидить. А уже не интересно с компом играть. Согласись, когда с людьми сыграл. Ну да. Я пробовал, уже вообще не зря. Потому что ты знаешь, что ты и так и так и... О! Башни. Не работали. По тебе стреляют. Да, я сейчас пойду. Много потерял? Нет, двоих. Нифига себе. Два лучника. Ну ладно, больше стрел. Да. Мы, че, поедем, да? Поставал. Может, посмотрим. Повторяйте. Повторяйте. Рыть. Ого. Так. Лучно, в этой цель, ну шотландского поставал. в том месте, где, кстати, тоже можно обстрелять неплохо. Дальняя стена. Смотря, а кони как мы не ставим. Выглядевы нет. Так, я вот думаю, как мы не этих самых. Городскую стражу свою расставить. Стрелы, можешь пока лестнице кинуть, попало, и в копьях запрятать. Смотри сам. Или, может быть, ты одну лестницу возьмешь потом? Могу взять. Ну, давай, поближе, подказуем. Копейщикой поставлю. Ты сейчас скажу, зачем мы этими лучниками там ставали, скажи мне. Ну я хочу арбов убить. Нет, я понимаю, но в таком месте они тебе прострелят. Они стреляют в городскую стражу, слава. А потом... Так я говорю, ты можешь вообще без потерь катить. Под башню. Они стреляют в эту сторону, они стреляют в улетных ручках. В городскую стражу они стреляют только потому, что они к краюшкам их касаются. Если ты маленькую городскую отведёшь, они уже не смогут по ней попасть. Окей. Они до боли-то начали стрелять. Отключительство. Хе-хе-хе-хе. И стрелков лучше оставлять. Самое удобное место, я говорю, вообще самое эффективное, которое я здесь нашёл. Это вот между началом лужи и стеной. Ближе к лужам. Прямо вообще там арбы до 90 человек у меня убивали. Лучники по 40 с лишним. Затащи лучей. Чё? Лучей, говорю, туда тащи. Щас. Тащу. Чё? Тащу. 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 Блин, забыл армам приказать, не стрелять. Что-то лучше фото может потратить. Поставить справа от той, что я приставил? Чего? Лестницу поставить справа от той, что я приставил уже? Ну да, ближе ко входу. Откуда там что-то поставить? А отсюда ты башню поставишь. Я сейчас ставлю башню, потом я сейчас дальше свою повел. А ты ставишь около начала лужи и там, где у тебя городская стража сейчас 68 человек. Каково помешало. Да ты че. Да у тебя тут не на кого напасть, ближе. Ах ты, блин, он в эти... А стрелять никак? Чардж не получился, слава богу. Слушай, а почему у него отсюда 19 человек? У тебя? У него. Слушай, я в них стрелял. А-а-а. Я ж думал, как так? Два десятка-то. То у них Гена два десятка, то это два десятка. Как бы их, блин, перестрелять от этих всех. Без штурмововых машин плоховато. Кто-то стреляет у тебя, элитные лучники. На хрена они в таком месте стреляют? Юра, там вообще неэффективно. Ну я просто попробовал. Ну ты че, я ж насколько пробовал. Вон, убили одного, они сразу арентируются. Ты шутишь? Юра, зачем ты их спугнул-то раньше времени, а? Ха-ха-ха. Ну ты че парда делаешь? Я специально веду на арбов медленно. Ладно, ладно, ладно. Она литируется. Похоже. Не, пошли к башне. Что твои крестьяне опять побежали к башням, скажи? А они пошли к лестнице? ну а можно же вот так по стенке по стенке ну лестница-то лежит около тебя и куда думаешь, где городская стража, куда ее приставить Снова кони выходят Снова выходят кони? Какие же неугомонные кони плавят Да не знаю, да, я думаю, башню ты поставь вот вот та, которая у Калужи и та, которая там, где у тебя городская стража 68 человек Твоя стража, собственно, так они мне стрелять помешают Не, ну потом я буду Глянь, он там вывел этих лошадей, не даст подойти к стене Ладно, поехали Вот, полехал В башню Штурмуйте стены, папаны Какие самые горцы убивают? Хотя бы их Все патроны не будут тратить, потому что когда пехота моя полезет на стену, он, так сказать, каких-нибудь копеечек оправдывает, он их вывезет в горцев И блюхом стрелять Ой, ну куда ты городскую стражу опять? Юра смесла Потому что башня стреляет в башню Слава Объясни, зачем твоя башня лезет навстречу башне? Спокойно Упокойно Ой, короче Маленько в сторону, вот, вот так Теперь я сразу же не могу Подожди, говорю, башня она стреляет маленько наискосок в мою сторону А еще может? Вскосок Только чуть-чуть А дальше у нее что-то там заканчивается Ты пока не... останови их Ну вот эту башню, которая идет к моим арбам Ну я поставлю А ты мне путь закроешь обстрелами Потому что вот здесь останови ее прям Ага Нет, а тут оставь, просто оставь Ну не эту, не эту Эту установи, да А та, которая вот, которую только что-то обстреляли, вот тут оставь ее Слава, ты страшный человек, ты всё вымеряешь. Такие, как ты, составляли планы Гитлеру. С немецкой педантичностью. Ну и Майяр был бы неплох, у него горцы, слушай. О, нормально, да, постреляли так, 20 человек сняли. Твои тоже стреляли? Да. Майя из-за лужи. А, думаешь, твои попадали? Конечно. Думаешь, твои, что ли, попадали? Майя почти все попадали. Конечно. Я смотрю, как стрелы летят, и я тут мимо, очень эффективно. Какое замечание. Спасибо за просмотр! Идите за просмотр! Вы уйдите за просмотр! В атаку! Кто там уже полез в башню, Юра? Что это такое? А-а-а, блин, да-да-да-да-да-да-да-да! Мой косяк! Сейчас следим! Охрен! Блин, а это городская стража, как специально, ноубой. Ну, в принципе, может быть, это сражаться, как бы, он сейчас армами своими стрелы закончат, и ты по городской страже нормально в жопу стреляешь, кстати, вот из-за луж. Ну, что-то так, как бы, подразить, как бы. Пускай дальше-то. Ну, что-то, по городской стрелке лучше. А, у тебя что-то даже гранит, вот с башнями. А, у них 41 горится там. Он на башне палец, он может башню рушить? Да не-не-не-не. Я тебя на башне-то слез. Это он вслед за этими пацанами полез. То есть не выбежать. Он на башне, подозрелся, и у тебя есть? Он напишет. Он попал. Класс, класс, класс. Их легче зарезать на стене, чем расстрелять. Ругается, что башни не стреляют. А, вот-вот-вот. Умение. Сейчас еще скажут, баг. Запретить. Ну что, когда на стену полезешь? Подожди, мои четарки стреляют. Они стреляют на стену. И все сразу. Может, просто он вплотную к стене, а черваньки почему так стреляют? По одному. Так делаем, делаем. Напиши ему, чтобы он забрался на стену и сделаем. А, я тоже подъеху куда-то не знаю. Но вылезать не буду, как бы тоже. Поставлю их на вершинки. Ну что, горцы у него гибают? Тридцать восемь здесь. Тридцать восемь здесь. Пепь! Ну что, полезем? Давай в маленькую щеберскую стражу покоцай. Покоцай. Это неправильно, что он там стоит-то. Не, ты можешь залезть, а потом вот эту, как она эта самая вымигут и нажми на паузу. Ну, в смысле, на столб, чтобы они на верхней площадке просто столпились. Осадные башни целы. Враг обречен. Один воин. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сам трое стянул по одному лучнику. У меня почти все стрелы есть. Пока не занимаю ее, это самое. Башню. Так. А тут чисто все наши, что ли, уже на стиле? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, там еще что-то кава выбежем. А ты подними вот этих, которые не идутся, а что они ставят? Усканай их вверх, вверх. Да-да-да. Блин, у меня же гологласы есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Охрана сейчас у нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА